В оккупированном России и Цхинвальском регионе, он же так называемая Южная Осетия, начинают опасаться того, что Россия может отдать территорию Грузии. Такую позицию озвучил госсоветник президента самопровозглашенной республики Южная Осетия, политолог Вячеслав Гобозов. Очередная такая оттепель в российско-грузинских отношениях стала возможной из-за нейтралитета официального Тбилиси в отношении Москвы. Сближение Москвы и Тбилиси более чем динамично развивающийся политический процесс. Гипотетически сближение способно привести к ситуации, которая будет способствовать сдаче Южной Осетии или Абхазии Россией. Однако риск этот, по его словам, гипотетический и в реальности, с его точки зрения, серьезных оснований для развития подобного сценария сейчас нет. Понятно, что в реальности нет никаких серьезных оснований утверждать, что российско-грузинское сближение может привести к сдаче Южной Осетии и Абхазии, к отзыву России своего признания де юре этих государств. Все известные факты свидетельствуют о том, что решение России о признании Южной Осетии и Абхазии является окончательным и бесповоротным. Однако все это не означает, что государству Алания можно расслабиться и почивать на лаврах. Не совсем понятные получаются формулировки. Вроде как и уверены, что Россия их не сдаст, но в то же время напрягаются из-за сближения Грузии с РФ и заводят речь о том, что, может быть, в теории Россия нас все-таки сдаст грузинам. Так уверены в том, что Россия будет за вас до конца или нет? Идентичным образом этот человек высказался и касательно карабахской ситуации. Мол, вряд ли нас ждет идентичная судьба, что и Карабах, однако это был первый прецедент такого решения территориального конфликта и нужно быть на чеку. Южная Осетия и Абхазия это не Карабах. Нет серьезных оснований говорить о возможности повторения у нас карабахской трагедии. Но одновременно мы понимаем и то, что впервые на постсоветском пространстве вопрос непризнанной республики решен силовым военным путем и не можем не учитывать этот фактор. И снова та же риторика. Вроде это не про нас и переживать не стоит, но вроде и про нас, а потому можно и задуматься. Звучит примерно так. Как бы то ни было занимательно то, что в Цхинвале уже потихоньку начали говорить о пусть и гипотетических, но угрозах того, что Россия их сдаст. То есть стопроцентная уверенность в защите со стороны РФ присутствует не у всех людей на данной территории. Я уже несколько раз говорил, что вопрос оккупированных территорий зависит от того, что Кремль сочтет для себя более выгодным вариантом. Получить в качестве партнера лояльную Грузию или удерживать оторванные от Грузии куски под своим контролем. Грузия, конечно, представляет для российских властей куда большую ценность и интерес, чем чемоданы без ручек в лице Абхазии и Цхинвальского региона. И нужны эти территории России именно потому, что она не хочет терять возможность оказания давления на Грузию и склонения Грузии в свою геополитическую экосистему. Официальный Тбилиси это четко понимает. Какая-то часть представителей сепаратистских режимов, как в Абхазии, так и в Цхинвале, также это осознают. Там ведь тоже сидят люди, отдающие себе отчет о реальном положении дел. Простым обывателям они рассказывают сказки о суверенитете и о том, какой великий друг и спаситель Россия. Но сами-то они знают, что их позиции совершенно нестабильные и крайне зыбкие. Причем тут даже не играет роли, насколько сильную лояльность в Сухуми и Цхинвале будут проявлять к РФ и Путину. Путину, да и остальным кремлевским чиновникам плевать как на Абхазию, так и на Южную Осетию. Эти территории не более чем разменная монета в политической игре Москвы. Тбилиси хочет интегрироваться в западную экосистему, что подразумевает как ЕС, так и НАТО. Москва, скорее всего, готова смириться с евроинтеграцией, но категорически не может допустить интеграции в НАТО. Это же все-таки военный блок, а какая империя будет позволять, чтобы страна, в которой она желает видеть зону своего влияния, уходила под военный протекторат конкурента. Потому, чтобы сохранять фактор, позволяющий давить на Тбилиси и препятствовать его вступлению в Североатлантический Альянс, Россия удерживает часть грузинских территорий, тем самым открывая для себя потенциальную возможность торга с Грузией о том, на каких условиях будут договоренности. Бедзина Иванишвили, как показывают 12 лет правления грузинской мечты, человек вполне сговорчивый и готовый к компромиссам, когда речь идет об отношениях Грузии с Россией. И, конечно же, он будет пытаться добиться возвращения оккупированных территорий. Ничто не принесет ему больше политических очков, чем реинтеграция Абхазии и Цхинвальского региона. Иванишвили уходить из власти пока что не хочет. А для того, чтобы сохранять властные полномочия в более-менее демократической стране, нужно удовлетворять общественный запрос. Большинство жителей Грузии поддерживают идею вступления в ЕС и НАТО. НАТО Грузию в свои ряды брать и не собирается, потому об этом говорить сейчас не будем. А вот вступление в Евросоюз задача вполне реальная, которая тоже хорошо отразится на рейтинге власти. Но это даже близко не даст такого прироста популярности, как возвращение земель. Потому, конечно, он хочет стать тем, кто вернул стране территорию. Единственное, что отделяет Грузию от реинтеграции оккупированных районов, это российский фактор. Попытка вернуть территории силовым путем сейчас обернется военным противостоянием с РФ, чего Грузия, конечно же, допустить не может. Значит, есть всего один путь к реинтеграции. Это создать условия, при которых Россия покинет Абхазию и так называемую Южную Осетию, сдав территории Грузии. Именно о таких потенциальных рисках и говорил ранее упомянутый Вячеслав Гобозов. И высказываемые представителями цхинвальского режима опасения небезосновательны. Делать главным гарантом своей безопасности Россию решение, скажем так, не самое надежное. А это именно то, за счет чего и существуют якобы государства в лице Абхазии и Южной Осетии. Наличие российского военного контингента за спиной дает им возможность создавать иллюзию суверенитета и закрывает для Грузии возможность вернуть территории. И как бы лидеры сепаратистских режимов не пытались угодить России, от них тут ничего не зависит. В этой игре они выступают исключительно как пешки. Если Россия и Грузия придут к какому-то компромиссу, то РФ в мгновение око кинет эти территории и просто не станет препятствовать Грузии в их возвращении под законную юрисдикцию. Нынешняя ситуация может тянуться долго, но она не может быть вечной. Статус-кво априори нестабилен. И опыт Карабаха нас всех этому научил. То, что происходит сейчас, явление временное. И в этом все должны отдавать себе отчет. Я часто говорю о том, что Абхазия это пример того, как территория, имеющая очень хороший потенциал, занимается просто самоуничтожением. Курорт, который мог бы быть намного круче, чем Батуми, представляет из себя жалкое, ужасное зрелище. И не спишешь ведь на войну, как это пытаются делать некоторые жители данной непризнанной республики. Война была 30 лет назад. За это время, учитывая сколько дотаций Россия отправляла в Абхазию, уже давно можно было все отстроить. И дороги, и главные улицы. Хотя бы создать красивую картинку, чтобы центр Сухуми не выглядел как заброшенный советский пансионат. Но никому это не надо. Потому население сокращается, абхазы с территории уезжают, денег у людей нет, работы нет. Тяжелые социальные условия неизбежно приводят к таким явлениям, как криминал и молодежная наркомания. Инфраструктура не развивается, а получаемые от России деньги уходят в карман марионеточного режима. Но в Абхазии хотя бы есть море, хорошее географическое расположение и какой-никакой туризм. Да, там очень хреново, но какое-то подобие жизни все-таки присутствует. В Южной Осетии даже этого нет. Там нет ни моря, ни выгодного географического положения. Это просто полупризрачная периферия. Официальные данные говорят нам, что в Цхенвальском регионе якобы проживает около 50 тысяч человек. Однако реальное население в 2014 году по оценкам ООН составляло около 18-20 тысяч. И это было 10 лет назад. Свежей статистики я не нашел, но что-то мне подсказывает, что население с тех пор не увеличилось. Сколько сейчас реально людей живет в Южной Осетии? Тысяч 15? Такими темпами эта территория превратится в безлюдную пустыню, охраняемую российскими пограничниками. Грузия это очень популярное туристическое направление. В 2019 году до ковида страну посетило более 9 миллионов человек. За прошлый, в 2023 год, около 7 миллионов. Это при том, что население самой Грузии примерно 3-3,5 миллиона. А что, Цхенвальский регион не мог бы быть притягательной для туристов локацией? Окей, моря нет, но есть красивая природа, есть чистый воздух, всякие минеральные источники. Это бы сразу выправило и вашу плачевную экономическую ситуацию. Ибо за счет туристического сектора можно было бы создать тысячи рабочих мест, что очень даже немало для данного региона. Возродилась бы жизнь. Разве ваши предки, поселившиеся тут, не обживали эти земли бок о бок с грузинами? Разве не было в том числе и большого количества смешанных браков? Это ли не показатель того, что сосуществование грузин и осетин не является чем-то невозможным? Вы боитесь грузинских политиков? Вы часто любите упоминать Звиада Гамсахурдия. Я сейчас не буду вдаваться в подробности того, какие из его высказываний были правдой, а какие нет. Но Звиада Гамсахурдия уже давно нет в живых. Вы боитесь Михаила Саакашвили? Так Михаил Саакашвили не просто не у власти, он в заключении, он даже не на свободе. А с нынешним грузинским правительством у вас чисто физически не могло быть никакого конфликта. Не нужно жить какими-то фантомными болями 30-летней давности. Вам не нужно. Вашим политикам, конечно, это нужно. Ибо они, как и абхазские политики, смещают весь негатив на Грузию. Дабы вы не обращали внимания на то, в каком ужасном и плачевном состоянии находитесь. И даже подумать бы не смели о том, что Грузия это единственная страна, которая может вам помочь. Причем помочь не из-за того, что Грузия такая вся из себя святая и распрекрасная. Нет. А потому, что Грузии самой выгодно протянуть вам руку помощи. Грузии выгодно, чтобы и вы, и Абхазия находились в составе Грузии и имели возможность нормально жить и нормально развиваться, как и остальные части страны. Это нормальное желание любого адекватного человека. Если я живу в стране, то я хочу, чтобы все регионы этой страны развивались, чтобы в них была жизнь. В 80 километрах от Цхинвали, примерно в часе езды на машине, находится город Боржоми. Маленький городок, в нем живет 1010 человек, и это не мешает ему быть очень популярным туристическим направлением. Даже чисто географически, во все те ущелья, находящиеся в Цхинвальском регионе, легче попасть с территории Грузии, с равнин внутренней Картли. И если бы Южная Осетия находилась под контролем официального Тбилиси, то и местное население просто само бы хотело ездить в эти горы на отдых из жарких, опаленных солнцем равнин и долин Восточной Грузии. И иностранные туристы бы тоже, само собой, приезжали к вам. Будем уж честны, и в Цхинвальском регионе есть на что посмотреть. И если мы объединим все грузинские территории, то сможем смело сказать, что нигде в мире нет такой уникальной природы в масштабах одной небольшой страны. И в том числе Цхинвальский регион тоже, конечно же, дополняет эту прекрасную разнообразную палитру. У Грузии достаточно денег, чтобы проложить хорошие дороги по всем селам Цхинвальского региона, и сами осетины могли бы с комфортом ездить туда-сюда. Соскучился по родным местам, проезжаешь по новой отремонтированной дороге и оказываешься в тишине на чистом воздухе в отчим доме. А захотелось в город и цивилизацию на здоровье. Час езды по той же самой новой хорошей магистрали, и ты уже в Тбилиси, в котором, кстати, этнических осетин проживает больше, чем во всей Южной Осетии. И, как мы видим, ни у кого даже мысли нет выгонять их из Тбилиси. Да и Цхинваль при таком раскладе бы процветал. Он не намного дальше от Тбилиси, чем горе. При этом природа в Цхинвале явно красивее. Все это могло бы быть, но, увы, реальность иная. Когда осетины едут в Цхинвальский регион, они не видят ни новой магистрали, ни отстроенной инфраструктуры, ни туристов, ни обилия местных жителей, которым хорошо у себя дома. Они видят запустение и мертвую тишину. Цхинвальский регион, Южная Осетия, называйте как вам угодно, хоть северо-западной Месопотамии именуйте. Это все равно будет юридически признанная территория государства Грузии. И территория эта глубоко больна. Я думаю, многие из тех, кто там живут, понимают, что она больна. Им горько это признать, но они же видят, в каком ужасном состоянии все находится. А для того, чтобы понять причины болезни, нужно вернуться к тем временам, когда осетинское население Цхинвальского региона начало борьбу за, как они считали, счастливую жизнь и независимость. Смотря на то, к чему пришли спустя десятилетия, нужно, как бы сложно ни было, но признать, что получили они совсем не то, за что боролись. Сегодня до 90% бюджета республики формируется из российских дотаций. За 10 лет на содержание Южной Осетии было выделено 76 миллиардов рублей. Средняя зарплата в Южной Осетии 10-15 тысяч рублей. 80% как бы не хотели бы говорить, все равно живут за чертой бедности. Сегодня Осетия должна иметь в своем кармане, чтобы не умереть с голоду, это тоже точный минимум называется, должна иметь доход 55 тысяч рублей. Ну, я таких пустяний мало. После развала СССР осетинам, живущим в Цхинвальском регионе, в головы вбили ложные идеи. И вместо того, чтобы возрождать и развивать территорию вместе с грузинами, осетины начали бороться за отделение от Грузии. Не отдавая себе отчет, что уже тогда их использовали как пешек в геополитической игре. Сегодняшняя Южная Осетия это якобы независимое государство. И получается очень интересная картина. Когда это была просто автономная область, население составляло более 100 тысяч. Когда осетины стали бороться за статус автономной республики, население было уже меньше 100 тысяч. Когда начали войну за независимость от Грузии, уже не более 50 тысяч. Когда Россия вместе с такими мастодонтами большой политики, как Никарагуа и Науру, признали независимость Южной Осетии, на территории проживало в лучшем случае 30 тысяч. На сегодняшний день, учитывая постоянно сокращающееся население, сколько людей осталось в Цхинвальском регионе? 15 тысяч? Или при самом хорошем раскладе 20? Если людей все меньше и меньше, а жизнь на территории все хуже и хуже, то, может быть, это все совсем не то, что реально было нужно людям? И вы, и абхазы на самом-то деле проиграли. И смотря на результаты своей, как вам казалось, борьбы за светлое будущее, вы и сами в глубине души осознаете, что проиграли. Вы ведь не получили того, чего хотели. А именно нормальной, достойной жизни. Вы думали, что приведя Грузию к поражению, вы окажетесь победителями. Грузию к поражению вы не без помощи. Россию привели. И что в итоге? А в итоге оказалось, что поражение Грузии обернулось поражением в первую очередь для вас самих. Оказалось, что иного пути развития и нормальной жизни, кроме как реинтеграции обратно в Грузию, просто-напросто нет. И ничего страшного осетинское население после реинтеграции не ждет. Никто в Грузии не собирается выгонять или как-то дискриминировать осетин. Подтверждением тому является вышеупомянутый факт, что в Тбилиси осетин проживает больше, чем на территории всего Цхинвальского региона. И где там ущемление осетин в Тбилиси по этническому признаку? Да ни одного громкого случая не было. Когда я снимаю видео по теме Южной Осетии, то в комментарии порой приходят люди, видимо, осетинского происхождения, которые начинают либо в мою сторону высказывать что-то нелицеприятное, либо в целом в сторону Грузии. Я бы, наверное, тоже мог отзываться об осетинах в идентичной манере, но почему-то я этого не делаю. Потому что я понимаю, что это глупости, что нормальный человек себя так вести не будет, и я верю в то, что с адекватной частью осетинского населения возможен нормальный диалог. Именно к этому я и призываю. Некоторые осетины думают, что озвучивая антигрузинскую риторику, они тем самым занимают проосетинскую позицию, но они ошибаются. С моей точки зрения, проосетинская позиция заключается в том, чтобы принимать решения, которые приводят к тому, чтобы осетинскому населению Цхинвальского региона становилось лучше жить. Последние 30 лет такого не происходит. Жизнь там только ухудшается. То есть в этом якобы суверенитете нет ничего того, что реально бы соответствовало интересам осетинского народа, населяющего территорию Цхинвальского региона. Проосетинскую позицию занимает Грузия, потому что Грузия предлагает осетинам именно то, о чем я говорил выше, а именно экономическое и инфраструктурное развитие, развитие туризма, привнесение жизни и цивилизации в регион. Это же является абсолютно проосетинской позицией и в то же время абсолютно прогрузинской. А знаете почему? Потому что одно без другого быть не может. Если осетинам, проживающим в Южной Осетии, будет хорошо в составе грузинского государства, то и Грузии от этого будет хорошо. Нужно просто отходить от ложных, навязанных пропагандой стереотипов о какой-то межэтнической вражде. Россия вам не союзник и не гарант безопасности. Россия вас использует, чтобы оказывать давление на Грузию. Как только у нее отпадет необходимость на Грузию давить, она вас тут же кинет. И тогда Грузия, конечно же, будет работать в направлении возвращения своих территорий. В первую очередь через дипломатию. Россия рано или поздно с грузинских территорий уйдет. Не будет она вечно использовать вас так, как использует в данный момент. И придется разговаривать. Придется находить общий язык и компромиссы. Давайте это делать. И грузинская сторона будет готова выслушать все ваши пожелания. Однако ситуация должна будет разрешаться на принципах международного права и международно признанных границ. Вам внушили, что Грузия это ваш враг. Хотя на самом деле это единственная сторона, которая заинтересована в том, чтобы вам было лучше. Потому что если будет лучше Цхинвальскому региону, значит будет лучше всей Грузии. Да, с обеих сторон были те или иные ошибки. С этим не поспоришь. Но это не значит, что сейчас невозможно друг друга услышать. Это возможно. И это нужно делать. Мы же видим результаты вашей попытки играться в независимость. Осетины от этого проиграли. И грузины от этого проиграли. Выиграть получится только в том случае, если обе стороны смогут оставить старые обиды в прошлом и наладить диалог. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!